так 13 мая 2024 год никогда наступление на харьков не шло так хорошо как при шайгу да вы в курсе что оленевода убрали министра обороны убрали бы прямо во время грандиозного наступления на харьков которая конечно в основном нервы портит людям в интернете я конечно не говорю про тех кто сейчас в циркунах стрелечи там волчанские там будите гражданские уезжайте дайте военным работает нормально то есть мы просто вот эти массы ботовские которые накинулись шайгу убрали министра обороны убрали патрушева вместо шайгу поставили экономиста то есть болит народ это просто это эпические просто изменения свидетельствующие о том что просто все великолепно идет в датском королевство да давайте сейчас про конспирологию поговорим то есть я не мог никак понять что ж такое из-за чего вот это вот взяли расхринячили блин этот самый блин ну в харькове пошли ну это просто тупо убиться об стену понимаете ну я написал в видео я записывал еще как только это все началось решили ребята башку об стену убиться ну на здоровье это их решение как бы нам только на руку это ну так мы можешь посмотреть моего и мои видеозаписи но я сам для себя не мог понять в чем смысл вот они там подачи ретина там что-то попытались прорвать нет бы эти резервы кинуть туда в прорыв они кидают это на этот самый на харьков потом дебилизм но в принципе понимаете тяжело объяснить это как комментировать творчество умалишенных ну как бы ну это такое понимаете то есть потому что ну шиза была просто аннексировать крым нападать двадцать втором году полно не важно то есть но все равно какие-то действия то есть ну какое какая-то логика же есть у них там своя логика сумасшедших людей да дом этот взорвался в белгороде и тут убирают патрушева вы помните патрушева я просто я записал то что тоже на ту же тему в видео длиннючая получилась 18 этом присоединил я про белоусова поставили экономиста на место шайгу это просто капец я 6 мая я вот предыдущие видео специально приторочил видео свое который 6 мая записывал о том что шайгу этот самый андрей белоусов это первый вице-премьер сильный экономист реально то есть он там жаловался на то что 100 процентов если брать то что мы сейчас инвестируем из этого 70 процентов это просто перезакупки того оборудования которого мы не можем возместить из-за санкции то есть они американское оборудование там немецкая хорошая там убирают а на его место там китайская зовут или какое получается потому что сейчас уже китайская получат и сейчас его вот это шайгу шайгу жаловался жаловался на то что у него там темпы производства по заводам ездил горит темпы производства не соответствует требуемым темпом необходимым для наступления для необходимых темпом наступления там короче такое врага запутаешься оленевода и вот это видимо настолько все хорошо пошла поставили тупо экономиста поставлены после министра обороны ну в принципе решение такое себе это ничего не поможет помешь перед смертью не надышки из ребята понимаете сейчас я только что узнал что 400 миллионов миллионов долларов сейчас дает америка когда в пятницу он не зависимо от этого 61 миллиардного пакета это просто прямо со складов нам напрямую сейчас пойдет а 400 миллионов будут использовать на то чтобы потом закупать это оборудование на это самое на склады в америке а нам прям со складу будет идти и одобрели в это впервые вообще в истории одобрели покупку немцами там трех по моему систем то ли патрио то ли хаймарс вот это я уже запутался то есть они передали сразу это непосредственно украине это впервые то есть покупают для третьих стран оружия то есть лиха беда начала я думаю что дело пойдет под харьковом там держитесь тогда патрушев вы помните кто такой патрушева сняли патрушева с этого первого как его там сайт секретарь совета безопасности никому про рязанский сахар ничего не помнится не вспоминается не когда девяносто девятом году какого-то гнома пляшева хотели поставить на место президента надо его пропиарить было начали взрываться дома в девяносто девятом году там высотные в разных городах а потом в рязани поймали с поличным этих самых людей которые закладывали гексоген там все сделали пары гексогена зафиксировали и давай же их ловить целые сутки там радовались по поводу того что предотвратили теракт потом поймали фсбшников которые закладывали этот гексоген через сутки и тут выходит патрушев говорит а тут был не гексоген то был сахар вот это же мем оттуда появился рязанский сахар и сейчас взрывается дом в белгороде и видать блин ему просто путин уже сказал ты чё родной блин тогда косячил пода 25 лет назад и ты сейчас по второму розы и там записано на видеокамеры то есть взрыв дома записан на видеокамеры там до секунды там то есть там камера показывает ровно в 12 00 то есть видно кто-то прям таймер ставил на этой бомбочке что там 12 00 она взорвала щекода ну это такое это тоже конечно версия такие конспирологические но я предупредил что это конспирология но это блин настолько совпадение не думаю блин да все по киселеву соловьеву или кому-то кто-то я уже не помню ну по-моему блин ребята великолепно по поводу этих самых по поводу наступления на харьков ребята больше гражданским обращаюсь военные знаю что делать гражданские не паникуйте чего села оставляйте чуть-чуть где наше укрепление укрепление сейчас нынешней войне ну блин честно говоря памяти вы не выберете ров такой который через который там не пройдет пехота так и не это сам не проект сейчас здесь с этими фабами кабами все делается малыми группами россияне сейчас малыми группами расход перестаньте зудить про то что все продали там да конечно что-то и продали конечно что ты сам но у нас давайте делать как бы теми ресурсами которыми обладаем тем будем действовать лады не паникуйте там я думаю это ребята там вы понимаете что идут до харьков то есть это 92 бригада в которая служил 415 году который харьковчане там я не знаю половина наверно в моем четырнадцатом году там треть так точно было харьковчан то есть свои дома за штурмовая бригада защищает свой город они туда пойдут там кракен блин понимаете вы чё блин нафиг я просто посмотрю там до шашлыки как они разойдутся просто эти нападающие там уже в белгороде это врачиха говорит что это шушь такое выходной должен быть а у нас теперь будет раненый раненый куда-то снаряд попался что один снаряд попал они прибывают и прибывают потому что постоянно попадают снаряды будут еще пока не перебил у всех этих орков на губах ребята просто красота патруша андрей этот самый схватка бульдогов под ковром когда арестовали шайгу этого заместителя иванова тимура иванова ну слишком наверно было эклектичное сочетание имени и фамилия поэтому его за арестовали на всякий случай теперь я сказал это начинается схватка бульдога под ковром сейчас только будут окровавленные черепушки из-под этого ковра высовываться все путем все буду украина прям интересно пацаны держитесь там кто бою под этим самым под харьковом дайте там жару за мою северную салтовку